Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. И сегодня с вами продолжаем играть в эту игру под названием Ксилибокс от моего хорошего, знакомого Ксилирона. Ссылочки, естественно, на игру и на Steam-версию, на версию для телефона будут в описании, потому что он мне заплатил миллион долларов, на самом деле он мне ничего не платил, просто я люблю своих талантливых подписчиков, которые гении, которые создают свои игры. Это реально круто, поддерживать вас просто так даже. Ну, вы, конечно, если хотите, можете как делать, как Драголайт, да, там, кидать мне там донатики, но, в принципе, естественно, это не обязательно, но это обязательно только для Драголайта, потому что я его ненавижу! Ладно, шучу, просто на самом деле он у меня в подвале. В общем, Ксилирон, Ксилибокс, вышло обновление, в котором добавили... Это небольшое обновление, чтобы вы понимали, это небольшое обновление, как написано, но я считаю, что здесь очень хорошее, так скажем, нововведение. Новая физика и оружие. Оружие теперь имеет новую физику, эффекты, а также могут разносить ломающиеся объекты. Улучшены повреждения. Было улучшено повреждение для живой тыквы, теперь от попадания в лопасти, мощного выстрела, дробью или же воздействия на часть тела огромной физической силы, она будет измельчаться. Четыре новых костюма. Современный костюм охранника, спортивный костюм, костюм полицейского, костюм заключенного, а также новое оружие, полуавтоматический дробовик, пистолет, пулемет, также новая пиротехника, мины и взрывчатая бочка. Офигеть! Понимаете? Сколько всего, да? Это маленькое обновление еще. То есть я боюсь представить, что будет, когда Кселерон скажет, что есть большое еще обновление. Хотя было, по-моему, в прошлый раз большое обновление, но я считаю, что это тоже достаточно большое обновление. Но, как говорится... Давайте на ферму вернемся, давно мы не были на ферму. Как говорится, Кселерону... 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 Нет, ребят, а что вы думаете? Может мне создать, собрать свою игровую студию, назвать ее Banal Games, собрать там всех моих талантливых подписчиков, которые занимаются разработкой, дизайном, там, что-нибудь еще вот таких вот, и сделать шедевр? Вы бы хотели игру про турбобоя? Вот игру про турбобоя. Хотя бы пиксельную, 2D-шную, но чтобы турбобой бегал там, и были какие-нибудь отсылки там на Трамбамбундию, там, на все такое. По-моему, было бы классно, согласны? Было бы классно, вы согласны? Потому что я турбей... А, опа, back to mine, меню-то не переведено. О, на-на-на, кселерон, кселерон. Уволен, уволен. Все, кселерона я уже не беру. Да что так громко? И знаете, что будет? Самое главное в нашей игре будет 3 языка. Русский, английский и Трамбамбунский. Я придумаю его. Я его сначала придумаю, а потом... Да, неважно, ладно. Это все, это все мои, знаете, это все вот такие вот меч... Влажные мечты банальные. Вот так, давайте смотреть, что у нас там добавили-то. Во-первых, существа. Я так понял, теперь... Так, ладно, его можно... Ну, давайте сразу оружие возьмем да раздробим его нахрен. Дробовик, где дробовик? Ну-ка. О! Кстати, стало удобней. По-моему, по-моему, вот я жаловался на то, что было неудобно, стало теперь удобно. Оно теперь, смотрите, не дрыгается. Не. Так, можно погромче сделать. Подождите. Слишком громкие окружения, слишком тихие эффекты. Смотрите, его... Его реально раздрабливает на кусочки. Я бы еще погромче сделал эффекты, потому что я не могу, блин... Вот у меня со звуком... Мой главный враг — это звук. Реально, я готов воевать со звуком. Нужен, знаете, нужен человек-звук. Это главный враг, блин, турбобоя. Да, нормально его расп... Рас... Распи-пи-пи-ривает. Назовем это так. Так, что у нас по оружию? Нам говорят, что новое оружие появилось. Это у нас получается... Полуавтоматический дробовик. И пистолет-пулемет. Ну да. Да. Так, ну-ка, мужик. Ты мне нужен. Ля! Вот это его... Да, растормошило. Так, а у нас, получается, с акселерон... Наверное, меня пока что не послушался. Зомби эту нельзя, да, сделать? Правильно? Квиса пришла. Зомби... Зомби... Как ее называется-то? Как ее зовут-то? Зомби... Курицу. Не курицу. Или можно, подождите. Как я забыл, как зовут? Утку. А как зовут? Я забыл, как зовут? Свинью. Не, смотрите, реально, зомби-свинья. Слушайте, реально, я могу все, что угодно говорить. Кселерон это сделает. Кселерон, добавь, пожалуйста, голову Серегу. Голова Серегу, чтобы он был без трусов. Слушайте, а реально, смотрите. А раз... А разъест ли ее? Другой вопрос. Так, все, ждем, короче. Чего? Ждем в следующем обновлении Серегу без трусов. Ну-ка. Ээээ. Ну, вот-вот, и надо, чтобы курица из всяких этих разъедала тоже, короче. Я реально, Юрий, я серьезно, я забываю, как зовут свинью. Ужас какой. Я сам после этого свинья, получается. Ну-ка. А ты зомби будешь? Зомби-петух. Зомби-петух. Ну, по-моему, да. Да-да-да, смотрите. Зомби-петушок. Я зомби... Мозги-ко-ко-ко. Мозги-ко-ко-ко. Блин, реально, смотрите, это свинья-наркоман просто. Обкололась и убежала куда-то. Так, новые костюмы добавили, дорогие друзья. Новые ко... Не понял. Мужика, дайте мне. Новые ко... Камстюмы. Первый костюм это... Подождите. Современный костюм охранника. Это... Кселерон таким способом, так скажем, избегает авторских прав. Потому что, как вы понимаете, это костюм охран... Ты... Блин, зомби-петух покусал охранника из игры в кальмара. Что это такое вообще? Где вы такое могли увидеть еще, кроме как не на моем канале? Так, дальше. О, ля. Я даже... Ничего себе. Так. Давайте сразу. Раз, два, три. Дальше. У нас, естественно, спортивный костюм. Чтобы вы понимали, это, естественно, спортюм. Это спортюм. Спортюм. Из игры в кальмара. Дальше. Костюм полицейского. Класс. И костюм заключенного. Блин, кайф. А что они... Смотрите, они все. Под чем они? Что это такое? Почему у него что-то... Что-то розовое во рту? Я не понял. Так, ну-ка. Не понял. Что с ними? А что с ними происходит? Под чем они? Почему они... А, они чем-то заболели? Они чем-то заболели. А чем? Так. Медицина. Так. Ну-ка проверяем. Откуда ветрянка-то? Откуда ветрянка появилась вообще? Блин, слушайте. Вот это, конечно, круто. Реально. Пацаны взяли, чем-то заболели. Ну, хорошо, что не коронавирусом. Потому что мы осуждаем коронавирус, естественно. Так. Мина и взрывная бочка. Мина и взрывная бочка. Это хорошо. Перевел, говорит. Все переведено, говорит. Смотрите, я даже сейчас... Цитата. Цитата. Добавлен перевод всем предметам. Переведены ранее непереведенные предметы. Explodes on physical force on the button. Это наш православный славянский русский язык, естественно. Кселерошка. Кселерошка, какой же ты невнимательный. Я предлагаю... Я, короче... Если Кселерон будет работать в моей студии, не я ему буду платить зарплату, а он мне. Так, ну-ка. А замедление, блин... А замедление вообще есть в этой игре? Я чуть не помню. Ля. Хороший был человек. Блин, я, знаете, по привычке реально на Г пытаюсь замедлиться, на С посмотреть их состояние. Но это не так работает. Ля пеструбецкой. Жестко. Так, бочка с горючим. Ну-ка. А если мы стрельнем в эту бочечку? Да, где оружие? Спасибо. Жесть. О, это же бармен! Так, ему надо еще одну руку отпилить. Так, мне нужно, знаете что? Пропеллер. Так, и... Пауза. О, пауза хоть работает. Заморозить. Ну-ка. Какая жесть. Какая мазафака жесть. Так, мы сейчас кое-что сделаем. Стекло. Большая доска. Сейчас, ребята, банальный такого вам сделает. Такого, что вы просто... Блин, вот тут не хватает. Ладно. Заморозить. Заморозили мы заморозку. Потому что я как будто бы... Морозка. Ко. А вот так вот видно. Так. Берем мужчину. Ненастоящего тыквенного. Тыквенного мужика. Да, это жесткое. Хороший был мужик. Жалко из тыквы. Блин, ну это реально жестко. Блин. Так, ну-ка. Подождите, а почему... Из курицы, смотрите, из петуха... Так много мяса. А из большой курицы... Ой, из... Из большой свиньи... Так мало мяса. Ну-ка, из тебя сколько? Опа. Опа, выживший. Так, ну-ка, ты. А, понял. Ему вообще... Ой, это мем, знаете. Вообще по... Как говорится. Блин, слушайте, забавно. Забавно. Банально и доволен. Банально и доволен. Ящик. Даже ящик ломается. А этому роботу вообще все равно. Что бы ты с ним ни делал. Даже звуки, кстати, есть. Смотрите. Что он делает? Они... Они умерли, брат. Не занимайся такими вещами. Так, а, допустим. Блин. Ну, прикольно. Прикольно. В общем, дорогие друзья. Дорогие мои любимые подписчики. Дорогие мои любители. Всяких разных вот так подобных игр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Покупайте Ксилибокс в Стиме. Он стоит всего там 90 рублей или 100 рублей. Короче, мало стоит. Скачивайте в Плей... 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 В Плеймаркете. В Пипл Плеймаркете. Хотел сказать. Блин, Пипл Плеймаркет. Неплохо. Вот. Подписывайтесь на все, что есть у меня в описании. Потому что там много замечательных ссылок. Вы можете много узнавать о моей жизни в Инстаграме. В Телеграм-канале. На мой Твич-канал. На все, что есть. В общем, вас всех люблю. До скорых, как говорится, банальных встреч, встреч, встреч. Пока. Пока.